приветствую мы с вами находимся на северо-западе города в районе покровской встречного и здесь под большой набережной улице на которой мы уже были вдоль берега сходнинского деривационного канала и до вишневой улице проходит малая набережная двухстороннее движение автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении тротуар идет с стороны но с другой стороны идет прогулочная пешеходная зона вдоль как раз сходнинского деривационного канала длина улиц составляет около 800 800 метров до 1360 года здесь находился подмосковный город тушино вот ну авто и что я очевидно на нем также эту улицу так и называлась ну и потом уже утверждено было название в 1360 году нас там была улица по расположению когда город сходнинского деривационного канала который входит состав канала имени москвы является частью вот ну собственно как бы является и идет вдоль набережной вот этого на деривационного канала значит на улице находится довольно много домов три дома по 14 пизажей вот три шестьдесятых и годов постройки а также есть и 9-этажный дом по номер 15 корпус один в 2001 году постройки но изначально это вместе хотели стоял пятиэтажный дом который хотели сначала реконструировать и настроить но потом в ходе реконструкции пятиэтажка рухнула ну и решили построить этот новый дом и построили девятиэтажный вот и есть также два 17 этажных дома тысяч 990 90-х годов постройки уже постсоветские дома уже то есть как и советские есть так и постсоветский но все дома в общем многоэтажный довольно высоте помимо жил домов как же тут есть находится здание бывшего первого московского плотского экипажа войсковая часть по номерам 11 за неинтересно партитуре она длинная неплохо декорированная также по назначению это не войсковая часть не батальон охраны плавно штабу мф рота строителей обслужить нужды в мф офицеров и оркестр в мф и учебная часть в мф и поликлиник в мф и автобатальон в мф и гостиница в мф ну в общем понятно такой принципе больше такой пересыльный пункт также при призыве военнослужащих срочной службы в мф а также переводов офицеров военно-морского плота так что все общем тут имеет отношение к военно-морскому плоту и кроме того до 230 года здесь был филиал центрального военно-морского архива есть сведения что экипаж и 30-х годах был расформирован но в любом случае многие помещения сегодня снимает мигранты стран вообще с кавказа и стран преднете в качестве общежития тогда не используется отсюда их отвозят в разные места работы на обратно приводит соответственно за не довольно сильно обижала в общем пока еще в принципе выглядит достаточно неплохо ну да за некая что же интересно безусловно является достопримечательностью этой улице также на улице находится у нее сам пятерочка за не по номер 13 и у инженерная служба района попростка с лишним под номером 15 но несомненно главной достопримечательностью главным объектом скажем тогда который тут является это сходницкий дерево сонный канал и собственно прогулочная дорожка зона отдыха как раз который проходит на всем протяжении вдоль вот этого канала канал начинается от древо сон от канала имени москвы и идет до реки сходни и на его чуть более двух километров и он осуществует дерево сию почему называется древо сон и реваться то есть сброс избытка воды поступающий город из реки волга через канал имени москвы от садоходных шлюзов номер семь и восемь покровсков с лишними и номер девять в обневниках скорость водоотведения регулируется впоследствии гидроузла который расположен густи канала но сходнинской гэс гэс там находит таким образом через берег деривационный канал отводится до 80 процентов тока но остальные будет 20 процентов проход через шлюзы канала имени москвы на канале красотам густи и исходни впадает москваре куда находится сходнинская гэс которая была построена 3030 году и используется для своей работы перепад высот в начале и в конце деривационного канала вот им только налог раз идет пешеходной дорожки со скамейками но при этом эта зона отдыха она прерывается в середине улицы свобода которая проходит перпендикулярно к этой малой набережной улице вот и эту как бы делит эту малой набережной улице на две части вообще такое довольно неприятных точки зрения от релакса до отдыха непродуманные с точки зрения организации и прогулочной зоны это прерывание потому что улица свобода здесь было это очень сложный перейти по не всегда сильное движение вот ну а вот пазельного и наземные переходы принципе не предусмотрено поэтому приходится идти там метров стоны туда в сторону направо а через проезжую часть полна берег на улице дальше приходит свободу по зебре без светофора и в общем потом уже опять возвращаться канал ну то есть довольно так идешь гуляешь и вдруг раз и улица свободы перед тобой а продолжение приходится дальше идти делать крюк такой да вокруг и дальше опять возвращаться снова на набережную и опять продолжать прогулку до конца довольно неудобно вот ну зато красиво виды красивые купаться в канале нельзя вода грязная плавают утки в общем-то много можно пропороть запросто пляжах тоже здесь не обустроены ничего тут нет ни туалетов ни кабины каких-то не закусочных не специального оборудования обустройства ну естественно люди загорают принципе так это на любителя конечно также начале улицы вдоль канала проходит велогорушка ну а в конце вот эта улица находится еще один небольшой сквер который называется почему-то парком сквер на набережной так вот он интересно называется так называем народный парк сейчас принято это народные парки везде создавать я по сути ну а другие парки раз не народный парк сокольников и народный и по-моему все парки народный народ гуляет потому что они для народа созданы а вот на этот парк создан так уж на парку явно не тянет к и так вывести на сквер на набережную находится и находится он на пересечении в конце малой набережной унистики печени и большой набережной улицы нет двумя вот этими набережными улицами то можно сказать что он принадлежит как бы обоим улицам и И до набережной от этого сквера примерно метра 200, но поскольку он находится на набережных улицах, то очевидно его название в принципе уместно. Хотя, конечно, другое название трудно туда брать. Но сквер представляет собой несколько пешеходных дорожек со скамейками, спортивными площадками и фонарями для освещения в темное время суток. Ну, сквер это ладно, а вот вдоль набережной прогуляться, конечно, это очень хорошо и приятно. Тихо, спокойно, улица не шумная, движение небольшое, поэтому, в принципе, погожий летний день, но не только летний, но теплый день, когда, конечно, сон тепло. Здесь очень хорошо гулять, и народу, кстати, не очень много, тоже радует. В отличие от парка Горького или Сокольников, где там просто что-то неимоверное, здесь, слава богу, всем места хватает. Поэтому приезжайте здесь довольно интересно. Ну, главное, конечно, это именно природа, главная совмещательность здесь именно. Ну, здание флотского экипажа тоже можно посмотреть, оно довольно красиво. Дайк сюда лучше, так, Петро Сходнинская, на автобусах Т-96, до остановки Малой набережной улицы, и дальше идти пешком. Вот, ну, можно от Трущукинская, или тоже Сходнинская, дайк на трамвай номер 6, до остановки улицы Мещерякова. Вообще, транспорт проезжает только по половине улицы, а, ну, то есть, от Вишневой до Свободы, а на участке от улицы Свободы до Большой набережной улицы движения вообще транспорта нет. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы. Продолжение следует...